здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что вы поддерживаете мой канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии также пишите мне запросы на те видео которые для вас более интересные и актуальны если кому-то понадобится индивидуальная консультация под данным видео находится номер телефона куда вы можете написать на вайбер либо же на ватсап меня попросили сделать расклад на владимира вирчиса это бывший чемпион европы родился владимир 18 августа в 1973 году 28 января в 2022 году была официальная версия что он покончил жизнь самоубийством так ли это было на самом деле так ли это было на самом деле сейчас через карты таро я посмотрю первое что я буду смотреть в этот день 28 января а также 28 а 27 января что могло происходить с владимиром это в каких энергиях владимир находился и так в каких энергиях владимир находился на самом деле причина смерти причина смерти считает ли он кого-либо виноватом своей смерти и и послание от владимира для всех тех кто его помнит и любит и так в каких он энергиях находился четверка мечей четверка жезлов я так у него какие-то были вообще перепады настроения вот с одной стороны он хочет чтобы его все оставили в покое и это вообще период восстановления когда человек очень устал он мог устать физически он мог устать морально у него идет перезагрузка человеку хочется просто уйти от всех и на и восстановиться чтобы его не трогал для никто но это также карта может показывать состояние могилы когда действительно хочется человеку лечь в могилу потому что мы видим воина и он лежит именно на плите могильной четверка жезлов говорит о том что у него возможно накануне были люди его посещали люди возможно был какой-то праздник какие-то обещания и вот вроде бы у него знаете есть какая-то надежда теплится какая-то надежда на что-то на развитие каких-то дел но он с кем-то общался он с кем-то встречался накануне возможно это также были разговора что же на самом деле явилась причиной смерти десятка мечей карта маг и королева мечей по королеве мечей я могу сказать что здесь может быть однозначно речь идет о какой-то конкретной женщине может быть это женщина что-то связано с опасной ситуации с опасной женщиной с лицемерием и жестокостью здесь идет оценка мысли как будто в чем-то человек пытается убедиться человек пытается что-то понять но здесь идет какая-то борьба какие-то активные действия поражение но поражение из-за того что владимир в чем-то был заинтересован какое-то было начало нового предприятия и произошли можно так сказать какие-то интриги обман я вижу здесь ложь и лицемерие несмотря на то что карта в прямом положении я в потоке это читаю так как будто его ввели вообще в заблуждение владимира ввели в заблуждение он был поражен причина смерти когда выпадает десятка мечей мы видим что человек опять-таки на поле боя и он поражен он убит значит возможно этого человека довели до суицида но мы должны конкретно посмотреть считает ли сам владимир кого-либо виноватым в своей смерти первая карта восьмерка жезлов здесь идут активные действия направленные на владимира это и информация это еще активные действия шестерка мечей ему как будто кто-то предлагал куда-то уехать возможно выехать за пределы страны поменять вообще место дислокации отойти также возможно от какого-то дела которое было возможно убыточным здесь идет явный человек король жезлов здесь был замешан какой-то мужчина так этот мужчина король жезлов его какое было отношение к владимиру вирчесу какие у него были мысли какие у него были действия в сторону владимира вирчеса мысли оказывал на него давление могу сказать что он мог либо покровителем быть для него ну давайте дополнение он на него оказывал всяческое давление и он это делал хитро он вроде как покровитель но я вижу здесь очень много лицемерия так пятерка кубков вы знаете и жрец я вижу что из-за этого человека владимир вичус мог попасть в какие-то передряги по пятерке пентакли он мог что-то потерять но как по как правило пятерка пентакли у нас ресурсная карта возможно он потерял очень большую сумму денег какие-то деньги то что я вижу этот человек король жезлов он занимает какое-то положение его очень многие знают у него есть большие связи в кругах причем в государственных структурах и я вижу что он владимира вирчеса вводил в заблуждение идет здесь какой-то обман он его как будто сначала он его покровитель но на самом деле этот человек для него роковая ошибка и то что у нас вопрос считает ли он владимир вирчес кого-либо виноватым выпадает конкретный человек и все-таки я задаю еще раз вопрос это было самоубийство либо же убийство я вижу что человека могли ввести в какое-то неадекватное вообще состояние когда человек что-то плохо соображал это было скорее всего доведение до вот этого вот состояния когда человек в отчаянии и по глупости совершает какую-то ошибку я вижу что владимир вирчес мог находиться под какими-то препаратами то есть это все что угодно может быть давайте так я открою послание какое будет послание для поклонников тех людей которые любят владимира вирчеса здесь идет туз мечей знаете какое самое главное здесь послание нужно все подвергать сомнению нужно доверять но проверять здесь идет как предупреждение все просчитать невозможно он что-то не просчитал и здесь такая идет еще информация вот каждому человеку возможно приходит какая-то идея в голову и кажется что эта идея разрешит все проблемы нужно как раз таки быть очень внимательно все что происходит вокруг и нужно обратить внимание на мелочи и на те сигналы которые даются человеку нужно очень тщательно вникать в суд дело нужно принять мудро именно решение для этого нужно откровенный разговор и нужно видеть насколько человек который рядом возле вас действительно откровенен с вами выяснять отношения нужно только с холодной головой нужно кричит нужно уметь также критически проанализировать каждую ситуацию важно найти умное решение и правильно сделать выводы если вы видите что вас обманывают нужно отходить от этих людей от этого человека возможно вовремя нужен разговор по душа с теми людьми которые вам близки на самом деле близки нужно быть уметь быть объективным никогда не нужно быть бездушным ваша внутренняя агрессия она всегда направлена может быть против вас самого и эта энергия может вас разрушить вот все что я смогла увидеть по данному вопросу по данной теме я вижу что человек мог быть доведен до этого состояния но к этому приложили руки те кому он доверял если у вас есть информация напишите пожалуйста оставляйте комментарии берегите себя берегите своих детей всего доброго